Жители Донечины бегут от обстрелов. Полсотни переселенцев из Славянска и Краматорска накануне прибыли в поселок Воловская Днепропетровская области. Местные жители оборудовали там специальный центр. В каких условиях обустроились переселенцы, интересовалась Оксана Витер. Они ехали 8 часов, преодолев 300 километров и 11 блокпостов. В поселок Воловская Днепропетровской области прибыли 45 детей с мамами. У Светланы в Славянске сгорела квартира. Неделю женщина с двухмесячным ребенком провела в подвале. Рем моторов, самолеты. Очень были так руганы. Когда жить под артобстрелами стало невыносимо, родители 8-летнего Коли тоже решили уезжать. Один снаряд упал прямо у нас на огороде. Вся рассада разлетелась. Картошка, арбузы и капуста. Временным жильем для переселенцев из Славянска и Краматорска пока станет сельская школа. Теперь вместо парт в классах стоят кровати. Людей расселяют и в семьи. Одновременно мы можем принять 96 человек. Два-три дня мы их расселим. Люди отдают свои дачи, квартиры отдают на временное жилье, на базы отдыха, при церквях, при монастырях. Во избежание терактов вещи прибывших проверяет милиция. Сразу после поселения организовывают ужин. Продуктов для переселенцев достаточно, уверяют повара. Вот и печенье, вот сладкое. Это крупы, это все привозят спонсоры, привозят население и консервацию. Все, все, все. В комнатах живут от 6 до 12 человек. Условия в сельской школе скромные, но все равно здесь лучше, чем дома, признается житель Славянска Евгений. Что успел с дома взять? Вещи, документы и приехал сюда. Здесь дали все самое необходимое. Школа сможет обеспечить людей временным жильем до 20 августа. В случае необходимости для переселенцев организуют и мобильные центры. Мы все так продумали, у нас все мобильные, даже душевые кабины. И если будет потребность, мы развернем это от транзитных центров в любом помещении, где есть коммуникации. За два неполных месяца центр в Воловском принял уже 300 человек. Все переселенцы мечтают только об одном – о мире и возможности вернуться в свои дома. Оксана Виттер, Татьяна Заяц, Евгений Лопотниченко, Телеканал Донбасс.